Добрый день, уважаемые трейдеры, с вами Академия Трейдинга Инвестиций, меня зовут Полуяктов Максим. И сегодня нас с вами интересует фунт и канадский доллар. Начнем мы с канадского доллара, потому что по нему сегодня выйдет инфляция в 16.30 по московскому времени. И в принципе эти новости очень важны для этого инструмента и они очень часто дают хороший проход. Поэтому я рекомендую ждать сегодня новостей по канадскому доллару. И в случае если эти новости расторгуются наверх, то есть мы увидим например вот такой дневной бар, то есть поглощение это будет, то это будет очень-очень хорошо, потому что после этого мы с вами сможем смотреть в ланги. Потому что совсем немного остается до вот этого крупного экстремума. Крупные экстремумы их всегда можно принимать за хорошие цели и поэтому в районе 200 пунктов мы с вами можем ожидать вот это движение. Но в случае если выйдет сильная новость и она поглотит вот эти предыдущие дни, тогда будет хороший сигнал продолжение восходящей тенденции на перехай вот этого крупного экстремума. Но если же нет, то мы будем ждать каких-то других данных по канадскому доллару, либо какой-то другой инициативы. И по фунту мы с вами видим бычье поглощение, которое возникло на новостях из Евросоюза и Великобритании. То есть они опять договорились о чем-то, то есть у них появился черновик соглашения, но это еще все не окончательно. Но рынок на это отреагировал именно вот таким образом и поэтому можно пытаться поймать третью волну. Можно это делать, на мой взгляд, потому что фунтон не захватчик, то есть он может уходить, оставляя двойные вершины, либо двойное одно. То есть он не такой, как евро и золото, он может свои стоп-лоссы и не трогать. То есть такое уже бывало, я это много раз видел. И поэтому можно пытаться очень аккуратно покупать в третью волну, но однако надо знать, что в воскресенье 25 ноября будет саммит Евросоюза и Великобритании, на котором они будут говорить про Brexit. И я думаю, что возможно на этом заседании они расставят все точки над И, и если они не договорятся, то цена может открыться в понедельник с глубоким гэпом вниз, либо наоборот, с каким-то большим гэпом наверх, если они договорятся соответственно. И поэтому даже если вы сегодня будете пытаться торговать британского фунта, я рекомендую закрыть все эти сделки до вечера и не оставлять их на выходные. Так будет гораздо лучше и правильнее, потому что из-за гэпа в понедельник, который может появиться, это превращается в настоящее казино, в которое я не советую никому играть. И на сегодня на этом все, с вами был Полуяктов Максим, больших вам профитов и удачи!